События, разворачивающиеся в стране, как раз подтверждают то, что я говорил еще в откровениях. Власть в стране совсем упустила образды правления, а распоясавшийся слой олигархов тормозит и без того бездарные реформы. Усиление и централизация власти в России есть большое благо, потому что, я уже говорил, ментальность российского народа привыкла к централизованной власти за века, и такая форма правления не только приемлема, но и уменьшает разгул воровства и казнократства. Спекуляции об отсутствии демократии в России и ее отставании от западных реформ есть примитивное уничижение талантливого народа, спаиваемого усиленно новыми русскими. Этот процесс развала страны не может долго продолжаться. Страна и люди, населяющие ее, опущены на колени до такой степени, что самосознание докатилось до черты рабства. Восстановить порядок и систему централизованного управления страной необходимо срочно, и распространение откровений среди населения будет толчком к возрождению самосознания, возвращению национальной гордости и восстановлению государственности. Этот хаос, этот разгул и анархия хорошо прослеживаются на действиях естественных монополий и государственной, и частной собственности. Это характерно и для естественных монополий, когда отсутствие грамотного, разумного управления и условия безнаказанного воровства привели к тому, что национальная компания «Газпром» вместо обеспечения пополнения бюджета страны, еле сводит концы с концами. Что можно ожидать от порочной экономики латания дыр? Критерия выборности во власть по принципу личного доверия и места прописки. Ничего, кроме развала экономики, разврата людей власти, где все продается и покупается, включая и место в ней. Власть окончательно себя дискредитировала и не сможет продержаться оставшиеся три года. Если так будет продолжаться, стране потребуется еще раз 1991 год, а переход власти к новым руководителям и новым правовым отношениям будет окрашен кровью переворота. Чтобы этого не допустить, мы просто обязаны показать единственный путь возрождения страны, где в качестве основных законов должны быть приняты мои каноны, объединенные единой религией единого Бога. Такая постановка вопроса, конечно, будет принята в штыки властью, слоем супербогатых людей, олигархов и, к сожалению, церковью. Но страна, вся страна всколыхнется и не только поддержит, а просто в едином порыве встанет под мои знамена и примет пирамиду власти во главе со мной и командой слышащих меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин